Друзья, всем привет! Сегодня готовим очень вкусные, очень полезные пирожки на ржаной муке с картошкой. Кому интересен рецепт, оставайтесь и мы продолжаем готовку. Для начала нужно соединить два вида муки. Полкилограмма ржаной муки и 250 грамм цельнозерновой муки. Добавляем 1 чайную ложку соли. Добавляем 1 чашку кефира, желательно теплого. И 1 чашку воды. Замешиваем достаточно крутое тесто, как на обычные пирожки. Тесто должно быть не слишком крутым, оно должно быть эластичным и мягким, как пластилин. В конце замеса добавляем буквально 1 столовую ложку растительного масла без запаха. Долго тесто такое я не рекомендую замешивать. Как только тесто начнет собираться в один единый ком, все, тесто готово. Накрываем его полотенечком и даем отдохнуть 15-20 минут. Прошло определенное количество времени, тесто успело отдохнуть, приступаем к лепке пирожков. Предварительно руки нужно смочить в воде и дальше приступаем к лепке пирожков. То есть от общей массы теста отрываем небольшой комочек, формируем сначала лепешку, кладем в середину начинку и защипываем края. Вот так вот, как на видео. Кладем на противень швом вниз. Противень я заслала пекарской бумагой. Ну и так поступаем со всем тестом. Вес каждого комочка теста приблизительно 70-80 грамм, не больше. Толщина лепешки где-то полсантиметра. Тонкой делать ее не нужно, иначе пирожок может порваться и начинка может выпасть. Первая партия пирожков готова. Теперь в отдельной тарелке смешиваем одно яйцо и две столовые ложки кефира. Хорошо смесь взбиваем до однородности и смазываем пирожки. Каждый пирожок можно проколоть вилкой в нескольких местах. Немножко солим каждый пирожок и даем время, чтобы пирожки отдохнули. Это занимает не более 10 минут. Вообще я рекомендую перед тем, как замешивать тесто, включить духовку до 200 градусов и пусть она себе хорошо разогревается. И когда придет время ставить будущие пирожки в духовку, то нужно уменьшить до 180 градусов и выпекать пирожки полчаса. Ну а там смотрите, как работает ваша духовка. Ну вот и все. Пирожки готовы. Они получились очень вкусные, сытные. Рекомендую приготовить. Приятного аппетита!